Всем привет! Меня зовут Виктор и мы продолжаем проходить Ведьмак 3. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест кровавого барона и повздорила с какой-то ведьмой. Повздорила с какой-то ведьмой. Так, чё? А, мы остановились на том, что у барона горит крыша. Люди, запах горит! Запах горит. Вот, 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 вот. Ну, погоди, это мультик такой. Пожар! Что там? Барон начудил. Барон учудил. Ну, конёшка подпали, иди уже, успокой его. Ослин! Где Ослин? Видел его кто-нибудь? В конюшню пошёл вроде. Что? Горит. Вы что, не видите? Почему никто не тушит? Так все боятся? Барон как ошалеет, так пощады не жди. У меня брат в конюшне. Спасите его! Не то живьём сгорит и он, и коней. Попробую. Быстрее! Сука, не то жалко, да, надо спасти. А теперь... Вы же... Вы же... Сейчас стоит. Ну вот, тайминга нету, да, что там это... Так, подожди, эээ... Похоже, дождь собирается. Наконец-то, так. Какой там удар химетический? А, арт, вот, а арт. Нет, ты голубок. Так, подожди, а чё он снова... А, вот же. Ты не можешь? Да нет, можно. Создая, огонь распространяется. Бою мать, сколько дыба. Надо торопиться. Ага, да. Когда я тут ещё побываю? Будто надо смотреть. А где? Спасить. Так, подожди, подожди ещё. Сейчас мы тебя спасём. Сюда! Сюда! Я выселим огонь! Дома, замодилась! Я тебя сейчас заберу! Где-то там, да? Где-то там и где-то тут. Да, вон, что-то где-то кто-то здесь качал, да? А, давай откроем. Такой геральт в развалочку не спеша, да, прогулялся, да? Ну ладно. Такой не вышли. С барона пизды ещё. Вот он, герой! За этих лошадок я тебе прощу даже тех пидоров, которых ты в корчеме порезал. Я знаю, что у твоей жены был выкидыш. Это было до или после того, как ты её избил до полусмерти. Ты на что намекаешь? Не держи меня за идиота, ты её много лет колотил. В конце концов, они не выдержали и убежали. Так? Да ты что, в рукопашную не может не уворачивать? А ты в рукопашную не уворачиваешься, что-нибудь получается? Надо поговорить. Садись. Ты их бил. Я на Тамару в жизни руки не поднял. А на Анну. Анна, это другое дело. Она всегда знала, как меня достать. Ты с самого начала знал, что они сбежали. Знал. А почему мне не сказал? Ты потратил моё время. Ну, знай ты, что я за собственной семьёй уследить не могу. Ты б меня размазнёй считал и нихера б не уважал. Рассказывай всё, что помнишь, начиная с дня побега. И в этот раз я хочу слышать правду. Я тогда пил третий день. Ну, пришла Анна и сказала, что они уходят. Я умолял её, чтобы они остались. Но она не слушала. Я пытался её удержать, а она вырывалась и... Ну, упала. А больше ничего не помню. Проснулся утром по боссаных портках и с шишкой на голове. А их уже и не было. Ведьмак, сука, ты знаешь, каково мне теперь, а? А... Хер ты что можешь знать. Ничего у меня не осталось. Ничего. Только бутылка. Что было потом? Потом? Потом было ещё хуже. Я потом снова проснулся. Солнце заходило. А сколько дней прошло, я не знаю. Я думал, всё это грёбаный кошмар. Пошёл в спальню. А Анну уже не застал. Зато всюду была кровь. Я тогда уже знал. Она потеряла ребёнка. Мне о ком горло подступил. Я подошёл к кровати и увидел её. Она лежала там. Маленькая. Беззащитная. На окровавленных простынях. Мёртвая. Из-за меня. Из-за тебя или нет, но талисман, который носила Анна, мог быть как-то с этим связан. С выкидышем. Что ты сделал с ребёнком? А что мне было делать? Вынес да закопал. Вот так просто? Не думал я тогда о погребении-то. Просто хотел, чтобы всё закончилось уже. Я об этом ребёнке ж мечтал. Я о Нете говорил. Вот он родится на свет. И всё изменится к лучшему. А он умер, прежде чем родился. Мой ребёнок умер. Понимаешь, ведьмак? Возьми себя в руки. Люди вроде тебя, когда ломаются, выглядят жалко. У тебя сердца нет. Для того нас и подвергают мутациям. Впрочем, есть и хорошие новости. Твой мёртвый ребёнок поможет найти живого. И твою жену. Как это? Бывает, что выкидыш, если не провести обряд погребения, перерождается в Эгошу. Во что, сука? Это проклятые существа, которые черпают силу, убивая беременных женщин. Когда они становятся достаточно сильными, они нападают на тех, кто причинил им зло. Но как? Откуда они знают? Благодаря узам крови. И эти узы я собираюсь использовать, чтобы найти твою семью. Как? Есть два способа. Предания огласят, что Эгошу можно ритуально похоронить под порогом дома. Тогда он превратится в Чура. Это такой дух-хранитель, который сможет привести меня к твоей семье. Ага. А что, второй способ? Убить Эгошу и взять немного крови. В этом случае мне понадобится помощь выражая. Не убивай моего ребёнка, а? Он и без того настрадался. Ты расколдуй его. Пусть он, наконец, упокоится. Прежде всего, Эгошу нужно найти. Я покажу тебе, где я её похоронил. И я выкупаю эту самую могилу под порогом. Она и так эдак пригодится. Если превратить Эгошу в Чура не получится, будет где похоронить нас обоих. Охренеть. Чем быстрее со всем разберёмся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Тогда давай тут подождём. А ближе к полуночи выйдем, я покажу тебе могилу. Вели людям сидеть по домам, и пусть насыпят под дверью черту из соли. И постарайся протрезветь. Взять лопату. Ну, чтобы могилу раскопать. Бери, пригодится. Только могилу раскапывать не понадобится. То есть он только в дверь, что ли, может залезть? Ведь в окно не полезет? Если солью под дверью только сыпать. Ещё немного. Давай за мной. Сука, я как-то это... И не сообразил, что за тобой-то надо. Так, это какой-то стальной. Но у меня ещё ремонтная есть. Так, что с серебряным мечом? 55, а этот сколько? 60. Тоже уже маловато. Имя ребёнку дали? А, нет. Это зря. Имена сильные магические печати. Это здесь. Отличное ты место выбрал. Да оставь ты меня уже. Я, сука, знаю, что так не делается. Хорошо, что знаешь. Яма раскопанная и пустая. Что это значит? Что Егоша вышел на охоту. Опа. Игоша. Смотри. Пиздец. Вроде мелкая такая-то падла. Ох, ты ж мерзкая свадочка. Здоровый кабан спрятался за Геральта. Возьми его на руки, быстро. А если он разозлится? Он же нас мигом загрызёт. Не повышай голос и не то растревожишь его, пока он успокоен. Ни хера себе. Что ж будет-то, если он забеспокоится? Он перегрызёт тебе шейную артерию, и ты истечёшь кровью, прежде чем я успею тебе помочь. Скажи, если он начнёт вертеться. Успокою его магией. Подними его, возьми его в руки. Ну, всё, посмоляю. Живый хряк. Боги мои. О, ты красавчика. Вернёмся в замок. Как? Прямо с ним? Кажется, ты хотел проверить силу легенд и обратить его в Чура. Ах, чёрт. Пошли. Так, мне надо... Акси вот здесь. О. Пешёчком прогуляемся. Охеренная игра, конечно. Просто охеренная. Голодные призраки, они чуют и гоши. Регущая игра. Регущая игра. Сейчас все призраков заметили. Чудо у вас столько там повылазило. Чёрт. Чёрт. Он вертится. Сейчас вырвется. Успокой его как-нибудь. успокоился еще барон очкова да а что ты с ним хочешь сделать я ничего тебе надо его зоны под порогом если предание не врут к следующему утру он превратится в чур и тогда он будет связан с твоим домом а мне поможет найти твою семью все больше надо спешить ну так давай я не собираюсь так пока нас а я тебя собираюсь потому что их просто пойдет а 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 и а а я его не удержу получилось перестал вроде сомневался что ты выбрал имя нет ну так придумай какой-нибудь это важно ну это 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 девочка что теперь повторяй за мной силами неба и земли миром что не стал твоим домом миром что не стал твоим домом прости меня то что пришла и кого я не принял прости меня то что пришла и кого я не принял нарекаю тебя именем и скажи и признаю дочерью нарекаю тебя да я и признают хочу хорошо теперь зарое тело а чего нельзя было в начале пути это сказать и потом просто дайте сюда сюда что надо было живыми вынести что ли это гераль просто поражал над бароном что теперь через сутки да я должна превратиться вчера я останусь здесь и подожду а ты возвращайся к себе я я подожду с тобой исключено но но ребенок то мой я за все в ответе поздно проявлять родительскую заботу потом ты ничего не сможешь сделать но я никаких но это работа для ведьмака я должен ждать здесь пока и гоша не превратится вчера а ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства так мне уже надо и меч починить за как мы призывать начнем сутки тут проторчать да получается мне и меч надо починить это давай тут тогда по медитируем медитируем помедитируем сутки ну давай тогда мы вот так вот так и давай до утра уже досидим все а это вот так надо было что ли сделать взываю к тебе силой крови и заклинаю именем услышь и приди на мой зов дэя на укажи мне дорогу к своим кровным родичам чтобы я как захотел Ага. То есть вот кто-то еще увидит, получается, да? А твоё бледное рыло людей не бесит? А твоя борода? О, похоже, там не лаванду держали. Может, стоит туда заглянуть? Куда туда? Опа. Чё здесь за следы какие-то? Ну, иди сюда. Одежда? Здесь кто-то переодевался? Ну, может быть, хер его знает. Подкова. С молокуром не хватило бы денег на коме. Браслет. Наверняка его обронила одна из них. Обе были здесь. Значит, я иду правильно. Она хочет показать мне что-то еще. Игоша, прибавь газ. За нами гонятся, блядь. Игоша, прибавь газ. За нами гонятся, блядь. Пользуйся. Пожарим. Пользуйся. Игорь. Пользуйся. О, блядь. Пользуйся. Пользуйся. Игорь, пляди. Пользуйся. Пользуйся. нехорошо я забыл что эти музыки взрываются просмотреться лучше еще что ли ну чтоб тебя у вас так много то здесь ладно слушай сколько их там прям что у нас тут гости лежат тут уже какое-то время седло прогрызли трупоеды становятся все прожорливей следы огромных когтей это не трупоед не хватает подковы это стечение обстоятельств или конь потерял ее на старой смолоконе оторвать башку мог только кто-то очень сильный здесь они похоже наткнулись на какую-то могучую тварь будем надеяться не все-таки выжили похоже след ведет дальше так надо пятку нажать то есть что это потом опять от самого барона там не любишь серебро да тут волчара пятый уровень за мной какой-то гонится ну да вчера походу игру что тормозило сегодня он нормально совсем по-другому идет в глаза там не устаю собачья солома не знаю зачем мне может пригодится чтобы я осмотрел это место а кто это идите в другую комнату чего вы у нас забыли наша хата с краю ничего у нас нет ничего не знаем мне нужны сведения я ищу двух женщин жену и дочь кровавого барона никого тут не было сударь может хоть мимо проезжали девушка невысокая лет двадцати ее мать худощавая под сорок видели куда делась девушка твой сын сказал столько что нет смысла опираться а вы сударь не похожи ни на кого из людей ее отца потому что я не из них я ищу тамару и ее мать мне надо убедиться что они живы и в безопасности тамара ты небось сидит у моего брата в аксенфорте а с госпожой анны тут другое дело хотя ей наверное всюду лучше чем во вроницах у господина барона почему так он ее лупил сударь госпожу анну значит все об этом знали но никто пальцем не пошевелил что стало с матерью тамары вот как было дело я ждал их старой смлакурни привел коней лютый был холод а темно так что я на два локтя ничего не видел месяц стоял высоко они все не приходили я уж бояться начал что их какой-нибудь лихо утащила но наконец они явились и отправились мы в сторону реки тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь я решил было что мне башку оторвет а вдобавок эти здоровущие птицы их целые тучи кружили над лесом а крик такой подняли что аж в ушах звенела госпожа она крикнула искорчилась тамара взяла ее за руку я увидел на ладонях у нее пылали знаки какие знаки такие будто ей кто железом выжиг на ладонях изнутри выжиг как клеймят скот ну да только эти знаки были не почерневшие а раскаленные точно живым огнем светились хорошо и что было дальше стемнело еще пуще словно кто все звезды погасил в одну минуту сверчки утихли а из лесу вдруг такой рык раздался меня холодный пот прошиб я дух перевести не успел как из чащи выскочила чудище огромное что твой сарай рогатая и глаза горят как раскаленные угли я-то думал конец только чудище бросилось на коня госпожи анны башку ему оторвало а саму ее в лес унесло наши кони значит мой и барышни тамары переполошились и понесли куда глаза глядят только потому мы избежали тамара хотела вернуться за матерью но на счастье жена ее отговорила убедила что одной ей ничего не сделать зачем ты вообще им помогал ты же здорово рисковал доложок у меня был перед барышней тамарой три луны тому назад сын мой лежал в горячке и мы уж думали что не выживет тамара об этом проведала принесла еду и лекарства а то у нас нужда такая что в доме шаром покати что тут скажешь спасла мне парнишку сам бы я не решился помогать но жена мне сказала настал час войны и презрения час вражды человеческой теперь должно за добро добром платить потому что кто стоит без дела тот все равно что зло творит ты женат на умной женщине жаль вот только госпожу анну не спасли спасибо тебе за помощь а с теченькой все с ней будет хорошо я сделаю все что смогу значит здесь кончается наш общий путь благодарю тебя дэя иди с миром так это барон суда капец у меня блин это а мечи затупились броня затупилась но может мы вот до сюда добежим вот все таки практически по пути можно сказать под воду то смысла нету лезть там эти водяные будут я водяной я водяной я водяной так подожди в пятку надо нажать а тут таможка море так это что такое гули что ли ох ты ж ёк из какого уровня девятого ну с вами то просто так еще у вас и пятеро да пять гули на меня одного не нахер у вас в тунду сваливаем девятый уровень это как то уж прям слишком с поломанной броней и мечами я еще вернусь к вам вы не думайте что я про вас забыл ну че ты не показываешь куда а тут же отбегать надо будет но здесь ничего нету интересного как вот вот и см на коне то побыстрее было бы что-то я не люблю вот на конях скакать кто ты хочешь мне с тобой сразиться да я подкреплюсь сперва тогда выходи сойдемся в поединке сначала собственными сапогами сойдись не до мерок выходи говорю я ронмит из малого луга связанный священным обетом сочувствую что ради прекраснейшей девы ягодки сто рыцарских поединков проведу обнажить свой меч как можно скорее ибо я спешу у меня еще 99 боёв останется а почему ты хочешь драться именно со мной я к твоей деве ягодки никакого неуважения не проявил так признай же что дева ягодка все где на свете краше я живу в глаза не видел а не хочешь такое оскорбление можно смыть только кровью все наигрался на что хватит с тебя да в этот раз тебе повезло ну когда мы сойдемся снова если еще раз поднимешь на меня руку убью ты так уверен да мы еще посмотрим покажи что умею все даже даже не дымится сгоревшие веток еще против кого что там сказал тут базарил ты ты базарил бледный ты как говно овсяные ты жирный ты сказал что-то что тебе надо может мы 11 с тобой узнаете меня и конюши я тебя вытащил за огня я вам этого не забуду вот вам благодарность спасибо хоть ты не говоришь что это давно за задолбал ты стоишь не вы стоишь так стоишь чем могу служить папа 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 так я ищу кого-нибудь кто возьмется изготовить доспехи очень хорошие доспехи ну чтож я делаю доспехи уже 20 лет и надо сказать кое-чего в этом деле достиг ну да не обращай на нее внимание последнее время она всюду сует свой нос ну так что ж за доспех тебе нужен легкий прочный чтобы не сковывал движение чтобы надевать его без посторонней помощи что еще может он еще и чистить сам себя должен и гузно тебе подтирать звучит неплохо а ты сможешь такое сделать нет но если ты найдешь кого-нибудь кто сможет я с удовольствием с ним познакомлюсь послушай с доспехами вот какое дело если он прочный то не может быть легким может если есть правильные инструменты такие как у клана тор дорог на ундвике иоанна ты обещала не вмешиваться когда я разговариваю с клиентами не борочь людям голову этими своими скелликскими сказочками это не сказка мой дед плавал на ундвик за панцирями потому что люди из клана тордоров делали самые лучшие как было до недавних пор но с год назад остров разорил великан люди бежали или погибли но кузни то думаю до сих пор там проверить стоит если я найду эти инструменты вы сделаете для меня панцирь тогда да но только тогда что нибудь еще об этой кузне известно говорят она была в какой-то пещере на северной стороне острова если окажутся на скеллиге попробую найти эти инструменты будьте здоровы будьте здоровы так пошли а а а а а а Умоляю, клянусь, я не виновен. Ведьмак, можно тебя на минуточку? Кажется, не имел чести. Меня сержантом называют. Понимаешь, прозвище такое, еще с армии. С тех пор, как я служил с Филиппом, с бароном, значит, под знаменем Тимерии, у меня тут вопрос появился. В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет, просто сидит там. Вот ты где. Видишь, малевы? Вот эти вот голубые. Я привез их из Нозаира. Анна вычитала о них в каком-то рассказе и хотела, чтобы у нее непременно были такие же. Часами за ними ухаживала. Какая она тогда была счастлива. А вон те, смотри, такие лохматы. В зарекании их называют райские бутоны. Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Деи. Ну, теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Пойдем внутрь. Холодно тут. Пойдем. А то холодно тут. Есть новости? Твоя дочь в Аксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Нет, но разговаривал с человеком, который помог ей бежать и теперь заботится о ней. Тамара жива и здорова. Насколько я знаю, у нее нет желания возвращаться к тебе. Я не верю словам деревенчины или кто ей там помогает. Я хочу быть уверен, что с ней все в порядке. Езжай к ней, погляди своими глазами, как там у нее. Никому другому я не поверю. Это все, что я могу для тебя сделать. Благодарю. Вот тебе поощрение. И еще вот. Держи. Это что? Охранная грамота. С тех пор, как реданцы заняли Дельту Понтера, попасть без нее на Новиградские земли очень непросто. Так, хорошо. А что с Анной? Узнал что-нибудь? Пока ничего. Но я нашел ее след. Ну и чего тогда ты ждешь? Что ты расскажешь о Цири, как договаривались? Ну ладно, я разобещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну, чтоб проехалась, кости растрясла. А то она долго лежала. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепря загнали. Там король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири! Пойди сюда. Тебя причитает спорядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? В Каэр Морхене. Там школа ведьмаков. Туда ж только парней берут. Я не ведьмачка. Просто я там выросла. А мечом машешь так, что я бы даже поверил. А в эликсирах ты тоже понимаешь? Вроде того. А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет. Заткнись, Игрин. И кому-то мои крестцы неинтересны. Бабуш, ты умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что же тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолишь? А давай! На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. А-а-а, хреново дело. Что это ты в лице переменился? Баба испугался. Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном – большая честь. Ого! Хотел бы я на это посмотреть. Я тоже. Заметана. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. Да уж. Развлечение. Сидеть за кост... Узле костра. Жарить вепря. И... На всякой херне разговаривать. Чего сейчас мне с обороном состязаться, да, придется? Сидеть. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. По коням. Давай, Цири, удиви нас. Твой меч почти мой. Не дождешься. Ой, ёптить, я не по той дороге скачу. Где хомуха? Викарь, а не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Благодарю. Что? Без шанса отыграться. Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову. Лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось... Должен сказать, я много чего в жизни повидал. Но вот такого... Ого, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно. Я не сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну. Так, зачем? Я вот все думаю, зачем ты сговорился с Нильфами? А что мне было делать-то? Броситься на них, а? Умереть героем? Я в гробу видал геройскую смерть. Предпочитаешь жить как предатель? А, да через минуту об этом никто и не вспомнит. Тимерии нет. А значит, и предавать нечего. Здешний Нильфгардский гарнизон не слишком силен. Ну и что с того? Ну, перебью этих, тут же придут следующие. Черные затопят этот край. Это так же верно, как то, что я в жоне дырка. И у тебя. Как ты здесь вообще оказался? Да никакой тайны в этом нет. Я служил в темерском войске. Отряд мой разбили в самом начале войны. Но надежды отогнать врага уже не было. Ну, мы двинулись на север, а по дороге к нам присоединялись другие всякие дезертиры. Мы были, знаешь, как снежный ком, который с горы катится. Ну и когда дошли до Врониц, под моим началом собралось уж прилично людей. И вы так просто вошли в крепость? Да, местный владетель от черных сбежал и Вроницы просто бросил. Как только Нильфгард выиграет войну, я титул получу. И вот тогда закончится вся эта болтовня про барона-самозванца. Ты что-нибудь слышал о Велинских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Телевенчане всюду мерещатся. Чары, ведьмы, дьяволы. И хер узнает, что еще. Ну, тогда прощай. Прощай. Так, чем мне надо? Так, Тамару найти. Есть у тебя что стащить? Стащить, блин. Не хочет разговаривать. Погоди, ведьмак. Когда разыщешь мою дочь, можешь передать ей вот это? Трепичный угол. Ага. Ага. Так, 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 так. Как у него семья пропала. Он больше целого батальона хлёчика. Животого же. Может на это чудищу поохотиться? На черватую пузнецову дочку, что ли? В общем-то можно. Тички у нее. Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои товары. Товары, так это у меня. По уровню не подходит. А я разве не пятого уровня? Нет еще не пятого. Так, мне надо купить у тебя ученика-бронника, ремонтный набор. Ну, давай купим. Так, а этого есть? Нету, да? Это что за херня-то продаешь? Сделай сам книгу. Чтоб узнать больше, нужно прочесть. Обычный предмет. Сделай сам. Бывай. А это что-нибудь торгуют чем-нибудь? Чем могу помочь? Что у тебя есть на продажу? Чем-то торгует. Так, это для лошади. А, вот, подожди. Ну, это тоже бронника, кузнеца. Ну, хер с ним, давай купим. Пригодится. Странный у тебя говор. Ты со Скеллиге? Со Арт Скеллига, но с детства жила в Гольмштейне. А почему уехала? Я всегда хотела быть кузнецом. Целыми днями в кузне крутилась. И все мне там нравилось. И жар, и запах, и удары молота. Когда мне исполнилось 17, отец сказал, что ему больше нечем у меня учить. И отправил в мир оттачивать ремесло. Через несколько лет я стала мастером. А потом началась война, и я осела здесь. Ну, понятно. Бывай. Так, окей. Давай тогда хоть починим успех. Да, вот тебя. Ух ты. Сильно поломали. Так, это. Да ты там себе под нос мормочешь. Найти Тамару. Ай. Задание. Так, по следам Цири. Так. Дела семейные. Охота на ведьм. Так, а что за допки? Комната Цири. Вернуться. Так, вот, дожди, раз я здесь. Да давай-ка, наверное, я ее комнату осмотрю. Эй, белоголовый. Думаешь, в два мяча выстоишь против сорока? Это потом сюда возвращаться только, чтобы комнату Цири осмотреть. Ну, заходи давай. Кажись, у меня чесотка. Значит, здесь ночевала Цири. Поздновато я сюда заглянул, конечно. Так. Не ясная природа проклятий Лидия Ван Брэде Ворд. Ох ты. Откуда у нее такое? Моим дорогим друзьям Филиппу и Анне от графа Ла Гевра, министра культуры Королевской Тимири. Вы зима 1265. Весьма ошибаются те, кто считает, что проклятие есть исключительное проявление злой воли одного существа, направленное против другого. Удивительно часто происходят случаи непреднамеренного наложения проклятий на самого себя или находящего поблизости неодушевленный предмет. Последствия подобных происшествий трудно предугадать. Зачастую это приводит даже к смерти существ, находящихся под воздействием проклятия или вступивших в контакт с проклятыми существами или предметами. Вот почему крайне важно принимать меры предосторожности для обеспечения полной безопасности при наложении проклятий. Мадам Амелия Ираксус Леон рекомендует как минимум следующее – очиститься от негативных мыслей, стремясь к полному единству с миром и гармонии разума и тела. Ну-ка, это что такое? А, это мой тайник, да? Ну или там не мой тайник. Волчок. Вряд ли им играла Цири. А вот Гретка... Да, Гретка могла найти Гретку, да? Гретка-табуретка. Бахрома! Бахрома! Летка! Ты Гретка? Я, а ты Геральт. Откуда ты знаешь? Потому что у тебя белые волосы и медальон с волком. Цири мне рассказала. Вы с Цири же разговаривали? Ну да. Она не говорила, например, куда собирается или зачем она здесь? Говорила, что ищет тебя и чародейку. Только ты здесь. Значит, тебя она не нашла. Ну, может, хоть другу этому своему помогла? Цири хотела помочь какому-то другу. Какому, не знаешь? Как это? Какому? Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасать. Это не твоё? Волчок! Где ты его нашёл? В комнате Цири. Мы играли там иногда. Однажды мне было очень грустно, и Цири вырезала мне волчок. Жалко, что я пришлась уехать. Ты не знаешь, где Цири? Нет. Знаешь, ты когда я принесла ей завтрак, её уже не было. А барон сказал, что она уехала. Ты не спрашивала, куда? Я спрашивала. Но он сказал, что я маленькая, и всё равно не пойму. Но Цири оставила мне подарок. Какой? Вот такой. Зелёный камешек. Ух ты. Красивый подарок. Спрячь его хорошенько и никому не показывай. Он очень ценный. Спасибо. Но иди играй дальше. А я не играю. Я помогаю. Ты убьёшь всех, чудовищ? Всех. Ну. Найдите ведьму. Сам-то я не видел. Ну давай, найдём. Ворон, как на карте. Так, подожди. У меня есть какая-нибудь... А, мечей нету ни херами туда. Мечей нету. У меня серебряный меч поиздержался. Поистрепался. Так, подожди. А я же могу у кузнеца его починить полностью. Да? Надо посмотреть, сколько это будет стоить. Чем могу служить? Так... Вот ты чё, ничьиешь? Я хочу посмотреть твои товары. Премесло. А, нет. А, вот починить есть, да, у тебя? Так, починить. Прочность. Окей. Так, ты починить. 56. Ага, ты. 62 на 74. 64, 90. Пока хватит. Пока хватит. Бывай. Не такой... Так, пяточку. Пяточку. Погнали. Там, прощусь. Разрешите, важно, откуда жратва? Лишь бы миска была. А что труп его под березкой заказали? И что такое сновы? Чуверись! Ты что, с медведем танцевал? Что? Неплохая работа моя. Нет, щербатой дочкой кузнеца. Ну, конечно, не лучше. Так, подожди, а я сейчас охота на ведьму. Куда тэпаться-то? Блин, тут нету этой... Сюда смысла нету, то есть... Если отсюда бежать... По дороге, а тут по холмам... Ну, наверное, да, давай мы... Большие суча щеманемся и оттуда побежим, потому что... Дали суда себя обработать, как навиграцкий девочек. Более меня по дороге. Чего удивляться? Сами с ведьмаком связают. И что тебе не нравится, то, что с ведьмаком связались? Так, все, теперь... Сейчас давай выберем... Да, сюда. Боги от нас отвернулись. Так, как там коняга на икс? Да? Как было? Плотва, иди сюда. О, голова Грифона там болтается. Ну, пошла. Давай потренируемся, а то ведь в скачках потом все равно участие принимать. Вспомним, как бегать, скакать. Что-то сидишь-то на этой... Не хочешь говорить. Что-то ноешь. Судит посреди дороги, ноет. Так, эти говорить не хотят. Мальчик. Мама говорила, если я не буду слушаться, она меня пошлет на сладкую тропинку. Я ищу местную колдунью. Вот и ищи себе. А я ничего не знаю. Ну, ладно. Бронник. Покупайте Габриэль. Защити себя сам. Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль. Коль первый выстрел твой, то слово за тобой. Ух ты. Лютика учился, что ли? Покажи товары. Так, это что такое у тебя? Вторая карта. Сколько ты стоишь? Тридцать с семь, да? Давай купим. Пригодится же, наверное. Там, скорее всего, какие-нибудь секретные места. Так, и это продать. Нельзя продать. Нельзя продать. Так, это что? Бронник. Таня, бронник мне не нужен. Будь здоров. Я сегодня получил горбушку хлеба. Молодец. Я-то к колдуньи не хожу. На здоровье, слава богам, не ж... Надо бы его другой раз колдунье послать. Может, и от лени его вылечит. Здравствуй, матушка. И вы здравствуйте, сударь. Чего вам надо? У меня дело к вашей колдунье. Не знаешь, где ее найти? Я-то сама к ней не ходила. А мужика моего спросить. На той неделе так ему крестец прострелила. Он двинуться не мог. А от колдуньи вернулся здоровенький. Где его найти? Водяных крыс? Андатор, что ли? А это ты? День добрый. Ты, говорят, знаешь, где искать местную колдунью? Это кто сказал? Жена твоя. Глупая бабища. Оставьте меня в покое. А бабу мою не слушайте. Потому как заговаривается она. У нас давно ни колдуньей, ни знахарей, ни вещих бабок не осталось. Может, пара крона свяжит твою память? Ну, раз такое дело... За деревней найдете будик, а от него тропинка отходит. Пойдете той тропинкой, пока не наткнетесь на одинокий камень. Обойдите его и сверните с тропинки в лес. А там ищите разбитую телегу. Спасибо. Только злая не причиняйте, сударь. Мы тут про таких, как вы, слыхали. То есть? Ну, про таких, что колдуней жгут. Ничего я вашей колдуне не сделаю. Ну, вот и хорошо. Она недавно тут поселилась. Но умная аж страх. И собой не дурна. Ну, если кому худющее нравится. Спасибо за помощь. Будь здоров. Да, у тебя жена вроде тоже ниже, руха. Найти прудик. Найти пруду дереву. Большой камень у пруда. Это пруд, да? Пруд. Большой камень. Вот это, да, наверное? Камень есть. Теперь направо и до телеги. Да разбитые телеги. Здрасте, жопа, Новый Год. Нахер, мастер, к нам идет. Мастер, мастер, к нам идет. Все. Отпрыгались. Ну, дозвоны, блин. Телега. Ведьмина хата где-то рядом. Разбитая телега, между прочим, герой. Что ж ты такой? Сука, у меня с желтой уже не остается. Госпожа, коровенка, значит, с гувна уже не встает. Из ноздрей гной так и льется. Хм, я теперь что, пастушка? Вы, госпожа, во всем понимаете. Одна корова в деревне осталась. Остальные с голоду окалели. Или их солдаты забрали. А без этой и мы передохнем. Я дам тебе трав. В полночь зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но сперва вычести хлев. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. Сто крат спасибо. А теперь довольна. Хватит на сегодня, идите по домам. Госпожа сегодня немилостивая. Лучше б завтра заедет. Не судачьте про нее. Она же... Не судачьте про нее. Еда. Перец. В смысле, перец так хорошо восстанавливает. Так вот. Это же какое. Чума сифилис и гонорея. Я проиграл Гвинт первую карту, которую приготовил для профессора Аттимштейна. Теперь надо возвращаться в базовый лагерь у кривоуховых холмов и начинать все сначала. А пока что обозначало на карте... Что обозначаю на карте новых бум... А, ну а пока что... Эрвин Грефов, адъютант кафедры естественной истории Аксенфургского университета. Первая карта. Попав в рабочую группу профессора Славко Аттимштейна, я начал исследование ведьмачьей школы Грифона. Базовым лагерем экспедиции стала гробница из Кривоуховых на Кривоуховых холмах. Профессор считает, что это место погребения одного из Грифонов и пытается пробраться внутрь. Я быстро определил расположение других мест, каждая из них обозначена пинтограммой в виде ведьмачьего медальона школы Грифона и нанес эти места на карту. Эдвин Грефов, адъютант кафедры естественной истории Аксенфургского университета. Так, язык сломать можно, читая все это. Так, вот здесь, ну да, не грустно у меня еды осталось. Чего-то не зайти, да. Есть кто дома? Рецепт туши для ресниц. Так, так, так. Охота на ведьму. И куда она делась? Исчезла. Она собрала неплохую библиотеку. Ведьмочка исчезла. Так, о чем уж давай. Стащить может, что можно. Обычная свечка. Мой детей, какая нужна была, необычная что? Че тут еще? Обычная мазь, ничего особенного. И взять-то нечего, блин. Ведьма. Че ты бегать не хочешь здесь? Ну я хоть здесь что-нибудь возьму, да? Быстро. Что ж, ротую же надо где-то взять. Не самому же готовить. О, еще какой-то... Рецептик. Погодь, а куда она? Сдриснула-то. Че мы тут еще распустили? Альбедо. 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 Ну тут все-то. И куда ж ты у нас испарилась? А, вот. Свет мой зеркал. Ничего, а ты в Веле не встретишь такие побрякушки. Да всю правду расскажи. У него сильная аура. Это артефакт или... Так вот, куда она исчезла. Куда? Я так и не понял. Стой, подожди. Письмо мы прочитаем. Письмо Александру. Любимо пишите, потому что ты верно думаешь, что я все еще сержусь. Но ты же знаешь, глупенький, что я не держу долго сла. Я тебя уже простила. А все из-за этой старой скрытности. Этой твоей скрытности. Что странного в том, что мне интересно твои исследования моровой язвы. Мне так нравится смотреть, как ты работаешь в своей башне. Прошу тебя, не отказывай мне. В этом маленьком удовольствии. Раз уж не хочешь рассказывать на своей работе. И если ты не нужен, все рады. Завтра вечером приходи. Выпив пицца, поболтаем. А потом, кто знает, твоя Кэ. Черная ресница для души. При отсутствии профессионального изготовленной косметики, можно сделать только для ресницы из толченного медицинского древесного угля, смешанного с сейничным жидком свежим, каплю лоландового масла, чтобы убить бактерии. Хранить полученную душу в прохладном месте не более 3 дней, а потом сделать новую. Так как старая протуха, оставшийся древесный уголь, можно принять внутрь. Реда не будет. Чудесно. Погнали. А здесь мило. Так, так, мило. Чё тут у нас мило. Так, давайте-ка мы на этом сейчас это закончим. Продолжим следовать этот «Ведьма мы охотиться» в следующей серии. На этом всё. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока. До новых встреч.